МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Совет моего дома. Как развивается железнодорожный район?» Сегодня в нашей программе мы поднимем темы, которые волнуют многих жителей именно этого района и являются актуальными на сегодняшний день. Это ЖКХ, благоустройство, ремонт, работа с обращениями граждан. Но чаще всего жители волнуют самый главный вопрос – комфортная жизнь в своем дворе и районе. Это программа «Совет моего дома». И я говорю сегодня с Вадимом Владимировичем Тюниным, главой железнодорожного внутригородского района города Самары, и Марией Савиной, председателем правления ТСЖ. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что же, давайте начнем диалог. Первый у меня вопрос к вам. Вадим Владимирович, расскажите, пожалуйста, про ваш район. Очень интересует история создания, ну и, конечно, специфика жилищного фонда. Ну, район был создан в 1970 году, буквально недавно ему исполнилось 50 лет. Была у нас очень красивая круглая дата. К сожалению, она выпала на такой не самый приятный период жизни. У нас были ковидные ограничения. Но, тем не менее, мы эту дату достойно отпраздновали. Мы поздравили всех жителей района, особенно, конечно, тех, кто стоял у истоков создания этого района. Район всегда был и воротами города, потому что у нас располагается железнодорожный вокзал и достаточно таким серьезным промышленным районом, в котором располагаются и располагались производства. У нас есть производство, ну, в частности, например, если мы берем завод «Мягкая кровля», он был создан в 1932 году. То есть это еще довоенная история. Это история богатая, богатая как бы и своими производственными достижениями и иными, скажем так. Ну, и, естественно, это район, в котором достаточно много проживает жителей. У нас их более 90 тысяч. В районе расположено 780 многоквартирных домов и порядка 3,5 тысяч еще частных домовладений, поэтому район достаточно большой. Вот. И, конечно, те вопросы, про которые мы сегодня будем говорить, они для района очень важны, очень нужны, скажем так. И жители, которые проживают в районе, всегда заинтересованы в том, чтобы их благоустройство, конечно, было лучше. Да, но я недаром спросила, я все-таки сделаю на этом акцент о специфике. Все-таки, если охарактеризовать, какой это фонд? Более старый или все-таки строятся новые дома в железнодорожном районе? Ну, на сегодняшний день, конечно, большинство домов – это дома, скажем так, хрущевской эпохи, то есть это пятиэтажки. Есть у нас дома и построенные в более позднее время, это вот берем поселок Кузнецовых, поселок братьев Кузнецовых, где у нас 12-12-этажные дома, который был построен в конце 80-х годов прошлого века. Ну и есть дома уже более современные, к сожалению, пока их не очень много, потому что застройка района достаточно плотная, но новое строительство тоже ведется. Ну вот как раз о благоустройстве района мы и поговорим, но, Мария Владимировна, у меня вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, как начался ваш путь в ЖКХ, недаром сегодня вы принимаете участие в программе «Совет моего дома» и имеете к этой структуре все-таки непосредственное отношение? Вы председатель правления ТСЖ. Ну, путь, скажем, достаточно долгий, начался он еще в 2008 году, когда мы приобрели новое жилье в железнодорожном районе. И когда я приехала в этот дом, дом действительно 65-го года, поэтому основные жильцы – это пенсионеры. И когда выходила просто на улицу, бабушки обращались ко мне с различными просьбами, просили сходить в ЖЭК, узнать там то узнайте, узнайте это, а как это сделать, а как бы нам вот то сделать. И со временем, общаясь с жильцами, знакомясь с ними, оказалось так, что многие стали ко мне обращаться. Поэтому, когда стал вопрос о выборе председателя МКД, ну, многие жильцы уже сказали, ну, возьмись, пожалуйста, уже, давай хоть что-то сделаем с нашим домом. Потому что действительно все хотят жить в комфортном жилье, чтобы в подъездах был ремонт сделанный, чтобы вокруг была стрижена трава. Поэтому эти вопросы возникают, а не все могут позволить себе активную позицию, да, поддерживать, так скажем, кто в силу своего здоровья, кто в силу занятости. Вот так вот потихонечку и втянулось. Сейчас вот уже у нас в доме организовано ТСЖ. Это, конечно, большой плюс, потому что разница в управляющей компании и ТСЖ существенная. Контроль, стоимость услуг, своевременность оказания нужных услуг, быстрое реагирование, безусловно, играет, ну, такой определяющий, да, роль, скажем, потому что не пришлось. Скажите, пожалуйста, какого по образованию? Математик. То есть, да, считать приходится и профессии, в общем-то, образование помогает, да? Ну, безусловно. Ну, вообще, так скажем, любой человек с высшим образованием является грамотным и может разобраться в том, что происходит вокруг. Но в сфере ЖКХ достаточно сложное законодательство. Очень много актов, которые иногда друг другу противоречат. И, вроде бы, прочитав один и другой, ты понимаешь, что написано в одном и в другом, но не знаешь, какой из них более корректно применив в данной ситуации. Поэтому, конечно, юридическая помощь очень нужна, особенно вот в таких вот домах, которые сами жильцы где управляют. И я поэтому очень поддерживаю инициативу губернатора, проект «Мой дом», да, в которой оказывается именно правовая помощь. Очень часто просто некому позвонить, потому что, когда принимаешь решение, вот, например, как я остаюсь один на один со своей проблемой, и мне нужно понимать, какое решение является правильным. Правильным. Когда были прямые линии с губернатором, собирали нас председатели МКД и председатели ТСЖ, задавались прямые вопросы губернатору, и вы не поверите, это был один из основных вопросов, который задавали не только жители нашего города, но и области. В этом потребность, на самом деле, оказалась очень большая. И поэтому я поддерживаю эту инициативу, в том числе, вот, принимала участие в семинарах. Ну, вы знаете, очень полезная информация. Во-первых, коротко собрано, с образцами документов предоставления, поэтому прям вот здорово-здорово. Мы обязательно более подробно остановимся на этой теме. Вадим Владимирович, ну вот, все-таки на ремонт дворовых подъездов, тротуаров, это ведь тоже тема ЖКХ, и она немаловажная для конфликтов. Компортного проживания жителей района. Вот какова ваша точка зрения на этот счет, как глава района? Вы уделяете вот именно этому аспекту сферы ЖКХ достойная? Я повторю, достойное внимание. Ну, этот аспект, наверное, самый важный, на самом деле, в работе администрации района, потому что сфера благоустройства ЖКХ, ну, как правило, она, в общем-то, и, скажем так, по количеству проблемных вопросов стоит на первом месте. Может быть, немножко за последние два года поделилась этим с медициной, но это в силу определенных объективных обстоятельств. Вообще же ЖКХ всегда, конечно, стоит на первом месте, и здесь даже, как мы всегда говорим, поступает очень много жалоб. Я бы сказал, не жалоб, а обращений, потому что не всегда это жалоба. Часто очень, как вот сейчас Мария Владимировна правильно сказала, зачастую жителям просто нужна консультация, какой-то совет, какая-то помощь. Это тоже обращение, и, в общем-то, это позитивно, потому что, обращаясь с этим, люди помогают нам формировать какие-то программы, формировать какие-то там новые подходы для того, чтобы исправлять ситуацию, улучшать ситуацию. А все, что вы сейчас перечислили, про внутриквартальные проезды, про благоустройство территории, конечно, это очень востребовано. Поэтому у нас ежегодно, соответственно, мы и выполняем эти работы, мы их планируем, планируем там годы вперед, и, естественно, мы от этого отступать не будем, будем двигаться и дальше. Спасибо большое. И возвращаясь к проекту губернатора «Мой дом», вы сказали, что для вас это очень важно в плане того, что еще юридическая поддержка, конечно, оказывается. Скажите, а вы успели воспользоваться, принять участие в семинарах вот в этом проекте? Да, я принимала участие, я так понимаю, в трех семинарах. Все семинары, знаете, они содержат очень такие важные вопросы, которые волнуют непосредственно жителей. Вот первый семинар был как раз о создании ТСЖ, о проведении совета, о проведении общего собрания собственников. Это очень сложный вопрос, на самом деле, потому что требует подготовки документов. Там очень большой пакет документов, который должен быть подготовлен, нужно правильно составить бюллетень. Это не такое тоже простое дело. Какие должны быть аспекты осмотрены в этом документе, как правильно посчитать голоса, чтобы потом это решение собственников не было принято незаконным или могло быть оспорено в суде. И вот этот сборник, который предоставлялся на семинаре, он существенно облегчает. Его можно было просто прочитать от и до, и даже посмотреть документы, как могут выглядеть. Ведь сейчас в условиях общедоступной информации, интернета, информация-то есть, но она такая разнообразная, и столько разных примеров даже присутствует. Иногда, порой друг другу тоже, вот еще раз повторюсь, они друг другу противоречат. И что из них правильное, поэтому не всегда удается решить и вовремя определиться. Другой вот из семинаров тоже, который запомнился, это, например, про закон о тишине. Тоже такая животрепещущая тема, и вот у меня даже жильцы обращаются, когда нарушается тишина, например, в ночное время. Как быть? Что делать? Что делать? Кому обращаться? Обратиться, да. Действительно, даже я на этот момент как бы не знала о законодательстве, которое сейчас действует, какие штрафы, как правильно, куда обратиться, как вызывать, как правильно зафиксировать акт нарушения тишины. И это все предоставили. Поэтому, безусловно, это очень важно. Такое руководство и к действию, верно. Ну что же, поделиться управленческим опытом и предоставить правовую помощь. В администрации железнодорожного района Самары прошел семинар для сотрудников ТСЖ, ТСН, ЖСК и неравнодушных жителей. В качестве спикеров выставили представители городских властей и государственные жилищные инспекции. Подробности в репортаже Анатолия Головко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С системами, которые необходимы для правильного функционирования жилого дома. Напомним, в начале 2021 года губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводил серию встреч с председателями Советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. По итогам этих мероприятий в марте 2021 года создан специальный центр поддержки. Обучающая программа этого центра призвана помочь местным жителям и управленцам правильно ориентироваться в системе ЖКХ, решать вопросы, связанные с благоустройством, и выстраивать связь с ресурсоснабжающими организациями. Одна из ключевых тем семинаров в этом году – знакомство жителей системы ГИС ЖКХ. Всем присутствующим предлагают бесплатно зарегистрироваться в этой системе. Эта электронная площадка открывает перед пользователем массу возможностей. С помощью электронного ресурса можно проводить собрания жителей МКД в онлайн-формате, формировать протоколы, оплачивать коммунальные услуги без процентов. Очень сближает, потому что даже вот на одном из вторичных семинаров было предложено от ГЖИ помощь в проведении электрособрания с помощью электронных систем. Через ГИС ЖКХ можно было подойти. Обучающие семинары проекта «Мой дом» будут проходить во всех районах Самары. Представители городских властей приглашают активных жителей к участию в информационно-образовательных встречах. Подробную информацию можно получить в районной администрации или по бесплатному многоканальному телефону «Горячей линии» регионального центра поддержки, который вы видите на своих экранах. Ну что же, продолжаем наш разговор. Вадим Владимирович, губернаторский проект содействия и ремонта внутри квартальных проездов. Скажите, сколько средств на это выделено и сколько в этом году дворов планируется охватить? В этом году у нас запланирован один двор. По нему уже проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик, мы уже приступили к реализации, но я хочу сказать, что этот двор достаточно уникальный. Этот двор, адрес Смяги 6, 8, 10, дома, которые образуют эту площадку. Значит, уникальность в том, что в свое время территория двора была отдана под точечную застройку. Потом, к счастью, этого не случилось, точечной застройки там не было, но территория долгое время принадлежала ведомству. И благодаря активности жителей, благодаря тому, что они обратились с этой просьбой, что вернуть эту территорию им, и чтобы у них был свой благоустроенный двор, благодаря помощи депутатов Государственной Думы, главе города и, конечно, губернатора Дмитриевича Зарова, площадка вернулась. И на сегодняшний день эта площадка приводится в настоящее нормальное состояние. То есть благодаря проекту содействия там будет организована и спортивная площадка, и будут организованы тихие зоны для пенсионеров, и, соответственно, благоустройство с освещением, с газонами, все как положено и как необходимо уже в современных реалиях. Поэтому вот надеюсь, что осенью мы эту площадку откроем, она будет достойной, она будет радовать жителей всех окрестных домов. Мы с вами заговорили о активной позиции жителей. Ну вот скажите, действительно ли жители в железнодорожном районе неравнодушны, активную позицию занимают, и вот благодаря, наверное, в том числе еще и их позиции преображаются дворовые пространства, расположенные на территории района? Я правильно понимаю? Абсолютно правильно. Вот Мария уже начала рассказывать про проект «Мой дом». Это проект, который действительно в 2021 году был запущен благодаря губернатору области Дмитриевича Азарову. Проект, который реализуется на территории всей области, но говоря за конкретно железнодорожный район, могу сказать, что у нас в прошлом году прошло 15 семинаров по этому проекту. В этом году мы уже один семинар провели, и участие в этом семинаре приняли у нас уже более 450 председателей МКД. Хорошая цифра. То есть, учитывая, что у нас 780 многоквартирных домов, 450 председателей у нас сочли необходимым для себя участие в этом проекте. Это, на мой взгляд, говорит об активности жителей. И о стремлении учиться жить, верно? Безусловно. И хочу сказать, что у этого проекта, в общем-то, несколько целей. Помимо той цели, про которую, опять же, Мария уже сегодня сказала, правовая грамотность – да, но эта же задача еще стоит в цели обеспечения коммуникации. То есть, мы предоставляем площадку, на которую мы приглашаем, соответственно, председателей многоквартирных домов, активистов. И в этих семинарах у нас принимают участие и сотрудники государственной жилищной инспекции, и сотрудники фонда капитального ремонта, и сотрудники управляющей компании, и сотрудники администрации. То есть, это такая коммуникационная площадка. Полезные знакомства. Однозначно полезные, необходимые. И я надеюсь, что все-таки вот эти семинары наши, они помогут увеличить эффективность управления домами самими жителями, что тоже очень важно. Мария Владимировна, председатель правления ТСЖ, так звучит Ваша должность. Но ведь это общественная работа и общественная нагрузка. Скажите, а в чем главная Ваша миссия? Ну, на самом деле, наверное, главной, ну, миссия, это может быть не миссия, но хотелось бы, чтобы просто вокруг дома, в котором я живу, было комфортно, было светло, чтобы дети играли на современных площадках. Вот у нас мы тоже, например, проходили по комфортной городской среде, у нас тоже было благоустроено. У нас очень много времени до этого не было света во дворе. У нас, ну, так вот, если сравнить, у нас там, если лет семь назад взять, у нас во время таяния снега во дворе образовывалось огромное болото, в котором даже один год утки прилетели и плавали. Естественно, это все таяло очень долго, и у нас были такие темные закоулки, нам рассказывали ресурсники, говорили, что у нас свет сделать невозможно, что они за это не отвечают. Но благодаря этому проекту у нас все сейчас преобразилось. Очень красивый двор, и сейчас даже, вы не поверите, там приезжают, когда, даже таксисты, когда приезжают, говорят, евродвор. Потому что светло, потому что красиво, и сделано действительно все благодаря тесному контакту с администрацией. Очень много было встреч, на которых обсуждалось, как должно быть, где должны стоять фонари, как должны проходить дорожки, какие поставить лавочки. И сейчас, когда мы пользуемся этим, нам, жителям, очень удобно. И вот насчет коммуникации. Действительно так, ведь если вот до этого проекта нам приходилось постоянно встречаться, это, конечно, хорошо, встреча на земле. Но иногда в силу занятости, может быть, и позвонить, и кто-то еще бы больше высказал свои какие-то предложения, и, может быть, бы еще что-то было сделано. Поэтому я тоже за то, чтобы как можно больше общаться с жителями и узнавать о них. Но и к жителям тоже хотелось бы обратиться. Нельзя сидеть дома, смотреть в окно и показывать пальцем, а вот там грязно. Найдите, кто это должен сделать, самостоятельно примите решение, принимайте, будьте активными, и тогда вокруг вас тоже будет чисто и красиво. Вадим Лазивич, мы перешли к программе формирования комфортной городской среды. И вы знаете, я недавно была свидетелем, просто шла по городу, увидела вас, как вы общаетесь с жителями, и вот в одном из дворов что-то происходит, ведется ремонт. Вы так активно общались с подрядчиками и с жителями дома. Мне, конечно, стало любопытно. Вот вы частый, не хочу сказать слово «гость», да, во дворах железнодорожного района. Но вот на правах главы часто приходите, общаетесь и проверяете, конечно, ход, реализацию этой программы, ну и, конечно, следите за качественно выполняемых работ. Ну, точно, частый совершенно. Вот Мария начала рассказывать, как бы хотела тоже немножко на эту тему дополнить, что вот пример Марии, двора, в котором она живет, в котором она является председателем ТСЖ, на самом деле очень показательный. Двор, который мы начали ремонтировать, он на тот момент действительно был, он представлял такую глубокую яму в центре, в которой стояла единственная достопримечательность двора, деревянный медведь. Вот там было темно, там были хрусты. Там был не медведь. Да, там была заброшенная грустная контейнерная площадка. Вот то, с чего мы начали. И, в общем-то, именно с подачи жителей, именно с их активности как раз и начались работы. И могу сказать, что эти работы у нас растянулись на два долгих года. Ну, нас подвел подрядчик, но мы свои обязательства в конечном итоге все выполнили. И опять же, вот два года мы просто находились в этом дворе. Мария, наверное, в тот момент как раз и созрела на то, что она будет председателем ТСЖ, потому что, ну, я считаю, что назад уже отступать было невозможно. Хочу еще сказать, почему необходимо и почему мы обязательно ходим по дворам, и уж тем более по тем дворам, в которых у нас проводятся работы. Ситуация и практика ежегодная и постоянная. Мы проводим собрание жителей, проводим проектирование дворов за год до начала работы, для того, чтобы потом сделать меньше ошибок, что называется. Но, к сожалению, это всегда ситуация повторяется, что, ну, где-то какие-то жители к нам подключаются через год, где-то жители начинают немножко передумывать, где-то мы видим те ошибки, которые мы запроектировали совместно с жителями. И ситуация, когда мы начинаем работы, она приводит к тому, что мы вынуждены где-то корректировать какие-то истории, какие-то работы. Поэтому находиться во дворах необходимо, это нужно обязательно, иначе просто результат никого не устроит. И вот повторяю, что мы с Марией вот за эти два года, на мой взгляд, все-таки сделали действительно красивый двор. И надеюсь, что все те дворы, которые мы делаем, жителям, все-таки будут их радовать и оставят после себя только удовольствие от той работы, которую мы сделали. Потому что, ну, основная задача, чтобы уйти со двора осенью, чтобы двор был сделан, и чтобы у людей не осталось неприятного осадка, что все-таки все их желания не наши, а их желания в этом дворе были выполнены. Спасибо. В Самаре в этом году планируют обновить более 55 дворов по программе формирования комфортной городской среды в железнодорожном районе. Благоустроят пять территорий. На Чернореченской 33 работы начались 15 мая и завершатся к концу лета. Как организован процесс, узнала наша съемочная группа. Во дворе на Чернореченской 33 идут масштабные работы по восстановлению и ремонту тротуарных дорожек внутри детской площадки, монтажу игрового оборудования, установки скамей, курн и ограждений. Работы начались 15 мая и будут завершены к концу лета. Напомним, благоустройство идет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Всего в этом году по программе в областном центре будет обновлено более 55 дворов во всех районах города. В прошлом году уже был выполнен ремонт дорог заблаговременно, зная, что в этом году мы заходим здесь на проект формирования комфортной городской среды. Здесь было уже до этого сформировано такое пространство с детскими формами, с малыми архитектурными формами, с детскими игровыми комплексами. Меняем ограждение вокруг детской площадки для того, чтобы детишки не убегали на дорогу и добавляем освещение. Строители уже обновили пешеходные дорожки, поставили опоры уличного освещения. Готовы будущие клумбы и тротуары. Осталась установка малых архитектурных форм и детской игровой площадки. Также привезут грунт и высадят декоративные растения. Главное условие – качество выполненных работ. Все строим по паспорту, как положено, по ГОСТу. Можете увидеть, как положено, так и делаем. Никаких проблем у нас пока еще до сегодняшнего дня не было с администрацией с 2018 года. То, что что-то выполнили неправильно или не по ГОСТу, или дети повредили себе ногу, руку, ничего такого подобного еще не было. На всех этапах идет контроль со стороны администрации железнодорожного района, подрядной организации. Жители занимают не менее активную позицию. Ида Васильевна Тишакова, старшая по дому, за порядком во дворе и в доме следит пристально. Рассказывает, что к ее мнению подрядная организация прислушивается, решают все сообща. Ида Васильевна принимала активное участие в подготовке документов и разработке проекта благоустройства. В итоговом проекте учтены интересы всех жителей, и детей, и автовладельцев, и представителей старшего поколения. И вот наконец-то настал счастливый день, и мы увидели у нас на площадке, что начинаются работы. И сегодня мы очень этому, конечно, рады. Так что повезло нам. Надо все доделать, а уж потом умирать. Надо все доделать, еще что-то много дел. В соседнем дворе по улице Владимирской 21, 23 и 27 также идут масштабные работы по ремонту внутриквартального проезда и тротуарных дорожек, обустройству мест для парковки автомобилей. Замена бортового камня уже выполнена. Планируется, что в этом году в железнодорожном районе будут обновлены внутриквартальные проезды в 10 дворах. У нас заключен контракт на стройконтроль. Всегда на работах ежедневно присутствует подрядчик стройконтроля, контролирует данный вид работы. Но также мы на себя ответственность не снимаем, присутствуем сами, встречаемся с жителями. При любых малейших каких-то обращениях жителей, чем-то недовольствах, мы всегда сразу здесь, в любое время, выходной, праздничный день. Также планируется установить информационный щит, отремонтировать ограждение спортивной площадки и теннисный стол, демонтировать старые качели, установить новые. На газоны завезут черноземы и оградят их. Во дворе высадят пять каштанов. И вот сейчас мы как раз посмотрели сюжет этого адреса. Были там недавно? Работы идут к завершению? Ну, скажем так, работы в разгаре. В разгаре. Работы в разгаре, но те сроки, которые обозначены, мы обязательно выдержим. К первому сентября у нас все дворы по программе формирования комфортной городской среды должны быть сданы. Вадим Владимирович, какие первостепенные задачи перед районом стоят сейчас? Ну, если мы говорим про самые главные задачи сейчас лета, и лето, конечно, это в первую очередь пара строительных работ, потому что необходимо поймать то золотое время, когда на улице сухо, когда работу вести. И комфортно, и правильно, и самое главное, с необходимым качеством. Поэтому основная задача, конечно, сейчас это отремонтировать дворы, отремонтировать дороги, ну и при этом не забывать, конечно, вопросы содержания территории. Потому что те замечания, которые есть, мы их тоже отрабатываем в обязательном порядке. Где-то, наверное, не успеваем настолько, насколько хотят жители оперативно, но, тем не менее, мы про все эти проблемы точно не забываем. Вопросы о пиловке деревьев, вопросы подготовки к зиме, все эти вопросы сейчас у нас остро стоят, и мы их обязательно доведем до конца. Скажите, а с какими вопросами в основном к вам обращаются приемные жители железнодорожного района? И как скоро вы отрабатываете эти обращения? Ну и, конечно, общаетесь ли вы с жителями через социальные сети? И как вы считаете, вот это важный инструмент в общении сейчас в нашем современном мире, вот именно через социальные сети с жителями? Однозначно важный, однозначно важный. У меня есть своя страница в группе ВКонтакте, но могу сказать, вот вы знаете, даже и по себе, и я думаю, что многие жители со мной согласятся в том плане, что почему важен интернет, почему любые коммуникационные площадки важны? Потому что очень много людей, которые на самом деле, ну просто физически, в силу того, что у них есть работа, у них есть семья, у них есть какие-то свои дела, они бы, наверное, хотели принять участие в благоустройстве своей территории, хотя бы не с точки зрения работы, а с точки зрения там посоветоваться, обсудить, ну принять участие деятельное. Но не имеет это возможности в силу отсутствия свободного времени. И поэтому в этот момент вот как раз и важны те площадки, про которые мы говорим, интернет, все возможные средства связи для того, чтобы жители могли выразить свое мнение. Вот, например, на семинарах «Мой дом» мы презентовали новые изменения в программе ГИС ЖКХ в информационной системе, то, о чем сегодня сказала Мария по поводу того, что очень сложно провести собрание. Сейчас вот система ГИС ЖКХ, например, позволяет даже проводить собрание в электронном виде. То есть человек может удаленно голосовать, ему только нужно зарегистрироваться в системе, он не пропускает никаких активных событий на своем доме, он участвует во всех процессах, которые на доме происходят. Вот вам еще одна площадка, вот вам участие жителей, не 30-50% людей, которые свободны, которые не работают и могут принять участие, а практически 100%. Поэтому, безусловно, это все важно. Вадим Владимирович, ну и что бы хотелось сказать жителям своего родного железнодорожного района? Хочется пожелать, чтобы все наши жители были здоровы, чтобы они были активны и активны во всех сферах деятельности, и в личной жизни, и, безусловно, вот то, о чем мы сегодня говорим, активность в том месте, где ты живешь, тоже очень важна. Если вы будете активны, если мы будем с вами совместно двигаться вперед на позитиве, то мы точно сделаем жизнь лучше. Спасибо вам огромное. Важное место в деятельности администрации любого района занимает работа с обращениями граждан. Ведь администрация – это первая инстанция, куда жители идут с волнующими их вопросами и приходят не просто пожаловаться на какую-либо проблему, но и высказывают свои предложения по их решению. Очевидно, что эффективную и плодотворную работу можно проводить только тогда, когда существует взаимопонимание между населением и властью. Вы смотрели программу «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили мои эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и направляйте туда свои вопросы, отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего самого доброго. До новых встреч.